Привет зритель. Одно дофига милое существо тоже вот этого возжаждало, что-то у меня тут капнуло, надо нафиг протереть, что все-таки планшет тут левит. А еще у меня был запрос, по-моему, от Кати. Еще был запрос летом в деревне, вот это вот поесть, но летом в деревне оно и поесться. Сейчас я найду или по телеге, или скриншотом. Там запрос на поболтать, а другой запрос на пожрать пюрешку. У меня малость подостила, пока я тут прыгала в клубном. Короче, тут пюрешка, вода. Ну, пюрешка сушеная, та, которую я как-то обозревала. Артикул на нее ставлю, но по боксу я ее видела только на Озон, причем сегодня увидела даже 10 упаковок по 400 грамм за полторы тысячи рублей. 4 кг, короче, это пюрешки. Упаковка сама у меня в деревне. Здесь у меня только немножко в пакетике отсыпано. Может, конечно, хотя нет, может и здесь есть, но это надо искать. Фирма называется Европек, по-моему. Там в составе одна картоха, только сушеная. Короче, сушеная картошка. Потом молоко 32% ширности, долгоиграющая фиг, надо как его звать. Вода, соответственно, потом соль обычная, укроп, стрелка чеснока и зеленый лук перышки с этого самого сала. Мелко порубленное. Потом я открыла себе маслиночек, который я сегодня в магните купила. И я что хочу сказать? Я не помню, может, я когда-то говорила, ела пюреху, может, не говорила, может, и не ела пюреху, хрен знает. Но суть в том, что я люблю пюреху сильно посоленую. Не сказать, чтобы, вау, супер много соли, а вот картошку как бы соленую я могу, ну, немножко так посолить. А пюреха, чтобы была прилично так посоленая. И у меня тут есть одинокая маринованная помидорка. Как бы она одна, я тоже одна. Я думаю, мне ее хватит. Хочу сказать Грише спасибо за продвижение подписки на бусте, на хапчике. И ульяне за донат. Спасибо за донат. Я как раз уже заваренный. Я не помню, пила его на камеру или только шорт саму делала. Ну и там у меня то, на что я уже оставляла. Выглядит меня рекоменд. Мои любимые конфетки в малышном шоколаде, суфле, марина. Нехороший застав, фирмозер. Они сейчас в магните по скидке. Я уезжала в деревню, они поточатся не были. Что-то 72 рубля, что ли. Там, правда, кот насрал. 125 грамм. Ну и да, у меня купоном еще надо не забыть про него. Манго желтая. Я вчера, как приехала из деревни, купила мытое несколько сливок. И сегодня он еще купила два нектаринчика. На самом деле у меня в холодильнике еще есть немножко жимовости с нашим охотом. Но я вам ее не покажу. Вот такая бредная. Так вот, я хотела там найти этот скриншот, да? Просто я думаю, скриншот мне быстрее найти, чем по телеге отыскать тот камент. Маслины, магнитные марки, моя цена. Они мне очень понравились, они мягонькие такие. Я перед деревней покупала какие-то, фиг знает я, по-моему, их чертсила, оливки. Но они крепковатыми были. А может не чертсила, а может только фотка кидала. А вот она шла, потому что делала скриншот, когда словила сеть в деревню, чтобы записать деревню. Но так получилось, что мне надо было уехать. В силу разных обстоятельств. Резко так пришла мысль спалить в деревню. Мне еще сегодня близко рост мне когда позвала налить, говорить. Вот смотри, там как раз дождь закнула. А сейчас бы ты сидела в деревне под дождь. Мне воды налить. Ну, не накачать из пруда. Не на колодец ходить. Не куда-то там выйти. Я гамак свой убрала, берег тоже убрала. Причем я сначала думала, что гамак, наверное, новый. Но тут именно по образу и подобию не продают. А продают какую-то ерунду. От 500 рупий до 2000. За те же яйца без сверху. Короче, там веревки надо заменить в некоторых местах. Неу! Ты съела какую-то мясную фигню. Мой-мой-мой. Ты съела вкусный супчик, который у нас вчера угостили. Я тебе дала картофель, ты не жрешь. Точно такой же, как у меня у хозяина. И у тебя там молочко налито. Ее ж тут гоняли. Садив козьянкой, такая же похожа на нее. Кошка сыра. Но меньшее количество дней она ныкалась на березе. По часу. И признак жизни не подавала. Ну давай-давай. Давай-давай-давай-давай. И вот с тех времен она такая более-менее послушная и музычная. Так вот, тут запрос такой был. Ахоний Сугар, по-моему, у нее или Сугар Хиронет. Ну короче, мед-сахар. Никнейм? Катя вроде. Есть и Ботманбанк. Интересна очень тема, как ты раньше путешествовала? Что брала с собой? Выбирала пансионат или санаторий и т.д. Все ли нравилось? Хотела ли ты еще куда-то съездить к морю? Это, видимо, вопрос из-за Абхазии. Потому что к морю я ездила только в Абхазию в одно лицо. В девятнадцатом году. Не в одно лицо. К морю я ездила три с половиной года с родителями в Крым. Что не нравится конкретно в поездках и т.д. Думаю, на летний сезон для многих год актуально и интересненько. Как ты планировала бюджет на отдых? Были ли у тебя приступы эпилепсии там и т.д. Мазалась ли ты СПФ? Как относишься к загару? Я обычно кушала там. Не страшно ли было отдыхать одной? Помню, ты ездила в Абхазию вроде. Да, куда я ездила. Причем я на днях вспомнила, что я еще не все фотки оттуда разобрала. Хотя у меня телефон только слегка сменился. Мне кажется, дважды. Да, у меня тогда был этот телефон ДЭКСПовский, который словил... Блин, не представляю, сказано. Уж простите, анальный спад. Потом мне его по гарантии меняли. Ну, в смысле у него гнездо оказалось какое-то слегка неликвидное. И он у меня тут заряжался в Абхазии, то нет. Я поездки планировала за полгода где-то. Я так подумала, не то чтобы за полгода тоже кое-какая планируется. Но не факт, что у нас случится. Поэтому можно сказать, что не планируется пока. У меня, кстати, там еще в кастрюльке есть еще пюрешко. Я в кастрюльке ее разводила. Вот эти томатные шкурки. Эй, ты что, серьезно? Я не знаю, видно это, не видно. Мы только что почти сожрали одну шкурку помидорную. Так вот, эта пюрешка нравится еще моим близким родственникам. Очень близкий родственник сказал, что в их детстве с моей маман, моя бабушка когда работала в домовой кухне, то они там делали эту сухую пюрешку, похожую, и приносили, короче, домой. Мне никто не платил за рекламу. Я просто восторждаюсь этой пюрехой. Ну, во-первых, я первый раз ездила так, чтобы был санаторий либо пансионат, но это был пансионат. Шкурка. Хочешь шкурку, да? На, жи! Кто б подумал, что ты будешь жрать шкурки, помидорки, которые для хозяина жесткие. Хотя, кажется, я подозреваю, что мне будет мало этой пюрехи. Так вот, там была какая-то такая акция, что если за полгода заказываешь, то какая-то скидка плюс три экскурсии в подарок. Я выбирала пансионат, потому что на сайте Яры Бултура он был весь такой красивый, прям восточные синие зданий рядом с морем. А на самом деле Советский Союз, который застрял в Советском Союзе. Ну, короче, вообще Абхазия застряла, видимо, в Советском Союзе, но видят такой, в 19-м году был именно из-за того, что у них была войнушка с соседями. Про войнушку с соседями, я думаю, кто не в курсе, можете загуглить. Ну и там некоторые здания выглядели так, будто их вандалы пофигачили. А их, на самом деле, бомбами похреначили или еще чем-то. Сам этот пансионат, ну, это было в поселке Геч. Геч, репши хрен его знает. Сам пансионат выглядел как в Советский Союз. Вода Талячая там на первом этаже куда меня случайно по ошибке подселили, а я выбирала номер там как бы на две комнаты. На самом деле, это такая большая комната была. Просто как бы буквой Г. Ну, не разделенные, но ничем конкретным другим не разделенные. Может, и раньше она была там разделена как-то перегородкой. Там, по-моему, было двуспальной кровати и еще две, одна спальня. Выход на балкон. Мне кажется, я делала обзор на где-нибудь там есть плейлист на канале Абхазия. Кому интересно, просто глянь, что там за как. Ну, сначала меня посетили маленькую каморочку такую, где я особо не завернулся. Там была горячая вода, но там не было холодной. А потом на второй или третий этаж, я уж не помню, меня переселили. Извинились, я правда сказала, может, вы на первом посетении, я думаю, блин, я сплотила вообще-то за номер побольше. И номер-то побольше, слегка подороже стоил, чем тот, который вы меня турнули. Там была холодная вода. Я как бы, когда в Увлече отлюбаю горячую воду на две недели, насколько мне известно, в Москве точно так же делается, не знаю, как в других странах. Есть и такое, как у нас две недели от любой дороги воду. Блин, я хоть нажала на записку. Слава чертям. Рассеянный блин. Короче говоря, во-первых, там был Советский Союз в очень плохом смысле. Там, я сидела как-то во дворике. Он, вот, если подремонтировать это здание, оно бы было реально такое шикарное, красивое. Но оказалось, там косметический ремонт был, допустим, за года два до меня. И фото на сайте, соответственно, не обновлялось. Ну, обман посетителя. Во-вторых, оно было две звезды. Соответственно, там полотенце тебе дадут. Два. Одно для лица, другое для всего остального. Я, которая привыкла, полотенца до рук, полотенца до ног, полотенца до лица, полотенца до головы, полотенца до тела. Во-вторых, мыло, соответственно, туалетная бумага, вся эта мелкая фигня. Хорошо, что я подстраховалась и взяла с собой. Там было только полотенце. Тазик, чтобы в нем постирать. И холодная вода. Так вот, насчет холодной воды. Когда у нас трубают горячую воду. А на улице, как бы, лето, соответственно. Я могу моться холодной водой, даже голову. Пляж там был грязный. Конечно, возможно, не настолько писец, как у нас там на Волге. Бывает и грязнее. Но грязный. Я попала, тогда не было туристов. Они, как мне сказала, кухарка, которая обалденно готовила, приезжают обычно где-то в конце июня, в начале июля, когда у них там плюс 40. Я думаю, блин, плюс 40 я откину копыта. Так вот, там было, по-моему, трех разовое питание. Готовли прямо в пансионале. И когда, видимо, там много народу, там работают капы, врачи, потом насажисты, все остальное, все благоцерилизации. Но если вы приехали один, то ради вас никто не будет прыгать. Ну и, соответственно, кухня в 7 закрывалась. Потому что 8, там уже темно внезапно. У меня это было открытие. А что 8 вечера? Тима. Блин, чего у меня тут? Ну куда мы опять прискакали? Хватит тут шарахаться. Ты, по-моему, до сих пор линяешь. Давай ты свалишь, а? Вон там твоя еда. Так, ну вот насчет санаторий и пансионат. Санаторий я ездила в 2005 году по направлению врача. Это было немного другое. Я даже не помню, как его звать. Ничего такой санаторий был. Так вот, в Абхазию я считаю, лучше ехать с кем-то. Во-первых, не так стремно, когда тебя обратно уводят какой-нибудь там... Не тот водитель, с которым ты изначально договаривалась. И ведет тебя по всем ебеням. Немножко заехав в Сочи, немножко заехав в Адлер. Хотя я по пути вообще-то в Адлер и не была. И высаживает тебя немного не там, где ты изначально договаривались. А это вообще-то платный был, трансфер там. Пятьсотры, по-моему, он был. В принципе, в девятнадцатом году, ну, нормальная такая цена за трансфер. Или даже косарь, я уж не помню. За исключением негативных таких моментов, как бы я там нормально отдохнула. Но если вы там ищите какой-то дофига семейно движимый отдых, то вам правда ехать либо в июне, в июле точнее, либо в другое место. А если вы, как я, сваливаете от людей, то вот в начале лета самое то. Там, конечно, потом посиделся какой-то мужик слегка за сто. Ну, в смысле, я выглядела не на свой возраст, а он не знаю, сколько ему лет было. Когда он выяснил, сколько мне, он сказал, что я возраста его дочери. Выглядел он очень паршиво. И все пытался меня спарить. Ну, из тех людей, которым говоришь, что я типа не пью. А они не понимают, пока им, наверное, по башке не дашь или еще типа того. Ну, давай уже куда-нибудь, на окно, может, свалишь. Ой. Вообще-то, мой был первый такой овощной отдых. Не в обиду людям страны, которые только на отдых у моря едят. Но если хотите, можете биться. Ну, что я же обычно по экскурсиям шарахаюсь. По большей части. Магазинов там особо как бы нету. Не было. Вот какой-то рынок, но с моим так биографическим третинизмом я не рискнула ходить налево. Я ходила в основном направо. Слушай, свали я. Так. Как я раньше путешествовала. Что я брала с собой. Шампунь. Кусковое мыло. Пенку для умывания. Все в небольших форматиках. Гель для душа. Иногда я делала какое-нибудь самопальное мыло. Оно у меня было вместо шампуня. Гель для душа. И мыло. Какой-нибудь минимальный тоник. Маленький такой. Тридцать миллилитров или пятьдесят миллилитров. И какой-нибудь универсальный крем. Чтоб ее для лица и для рук там присутствовать до ног. Или кокосовое масло. Или гель алоэвера. Ну, так известно, там чай пуэр. Куда я без него. Меня раньше на тефоретнике за это троллили. Шутку. Блин, я не думала, что я хотела оливок. Я не думала, что их с хомячью. Я даже не думала, что я настолько есть хотела. Хотя в саду, когда была, мне вроде уже хотелось есть. Да ешкин кот, что ж ты не ложишься-то? Хоть ложку доставай. О, помало. Ну, в общем, все, в принципе, поездки я планировала где-то за полгода в среднем. Один раз, когда в тринадцатом году ездила своим ходом дикарями. Я и со мной еще одна борода. Там планировала я все заранее, но я планировала, один раз побывав в Карелии, я целый год там как-то и деньги откладывала и смотрела, куда я хочу. Бронировала гостиницу, билеты. Ну, в общем, все вот это вот, программу как-то составляла. И получилось так, что я тогда как бы общалась с одной девочкой. Она со мной то общалась, то не общалась, но это из серии людей, которые сейчас мне с тобой выгодно, а завтра не выгодно. Ну, и она изъявила желание иметь со мной съездить. Осталась должна мне денег и решила, что она мне ничего не должна. Типа, оставила себе за моральный ущерб. Ну, вот с такими людьми ездить, по-моему, мне надо было за моральный ущерб. Тысяч двести сразу в евро. Ну, не было моего идиота. Я думаю, практически всем по жизни попадались биомусорные люди. Не выдержала я и взяла ложь под оливки. Ну, так, как бы, я брала всегда маленький какой-нибудь чайничек такой. В Абхазии точно так же. Это нам на пол-литра, на 380 миллилитров такие вот. Розетку лотнул. И выключать его надо, когда он закипит, сам он не отрубится. Так, походный чайничек. И полотенца. Там, соответственно, обычно всегда вот в этих гостиницах, даже в хостелах были. Потому что после того, как Борода потратила свои деньги в Питере за 8 часов. Когда нас с ней, мою подругу из Питера, ну, под Питером она же не суть. Короче, когда, в день, когда я развиртуалилась со своими двумя друзьями. Один с Тифаретника, другую я вообще подцепила на Тонгом мире. Или она меня подцепила. Не знаю кто кого. Мы, кстати, до сих пор общаемся. Мы, правда, в Реале с 2012 года не пересекались. Соответственно, я платила за гостиницу, за еду, за все остальное, за все экскурсии на двоих. Ну, и так как у нас билеты были где-то там, дней 11, что ли, мы были в Карелии. Или 12, не считая дороги. От Углича до Питера, от Питера с пересадкой в Петрозаводск. Туда 500 мм. Хотя нет, мы от Рыбинска ехали, тогда еще не ходил в поезд. На тот момент сняли поезд от Углича в Питер. Уже потом только снова его пустили, вот сейчас он ходит. Короче, можно из Питера в пятницу вечером уехать. И в субботу утром быть в Углича. А отсюда уехать вечером в воскресенье и утром в Питере быть. На позе. Дальше 500 мм. от Рыбинска либо Ярика. До Питера и от Питера 500 мм. После того, как у нас там забронировано определенное время было, ночей в номере на двоих гостиницы, я уж не помню, как ее звали. Но есть мелкие ролики там, хрен за какой год. Я выкладывала и до того, как стала видео тут выкладывать, как блог вести YouTube. И уже после. Какие это там находилось. Короче говоря, рассчитывая, что мне придется за двоих это все платить, оплачивать и бухло, и все остальное. При этом выслушивая всякую хрень о себе. Я еще тогда общалась с одним в основе мозговой жигала. Укидала денег ему еще на телефон. Ну да. Даже я согласна была с этим идиотом. Мы переселились в хостел. Вообще как бы я ездила, мы ночевали с подругой, как-то с другой ездили. Я бы не спилили, а дерево это отстали. Особо одаренные спиливатели. Особо одаренные люди, которые делают несанкционированные дела, на какой-то хрен подкакали к моему окну. Картошечку остатки отдала кошки. Тут у меня осталось две маслинки. Сейчас залю вот этого чаечку. Ну и занавесила. Потому что меня напрягают люди, которые втыкают в окно. И даже его прикрыла. Вот сейчас вот этот чай будем бить. Так вот, когда с подругой ездили, то мы были в Костроме, потом в Плюсе. Вот еще единочки попали. Вообще сейчас только заварки отмелью. Где-то еще мы были с ней, я уж не помню. А, во Владимире. И где-то мы ночевали, вот в Костроме мы ночевали в гостинице. Тогда обе писали отзывы, еще не на рекоменд. Был такой сайт-флаг, мы там писали отзывы. Меня засуспензили. Я не знаю, он вообще жив этот флаг или нет. Ее засуспензили чуть позже. При этом она смогла свои деньги заработанные на отзывах вывести. А с меня их... Ну, короче, деньги у меня собрали хрен знает куда. Типа, якобы я там на что-то согласилась, ничего не соглашалась. А аккаунт мне засуспензили. Ничего, такой хорошенький. Хорошенький чаечек. Вкусненький. Ну, вообще он по качеству такой, как мне никогда из Японии присылал. Правда, тут на упаковке уже сдутый рис. И он такой же внутри, а то, что он мне посылал, там был такой обычный гемантя. Ну, тоже гемантя с матерью. В смысле, порошковый зеленый чай и гемантя. Сейчас я достану сладенькое. Так вот, мы когда-то иногда попадали с ней в хостел. Ну, были, по-моему, во Владимире мы жили в хостеле. И там, в принципе, всегда вроде как даются полотенки. Так что с собой как бы нет смысла тащить постельное белье или прочее. Ну, минимум одежды. Небольшое количество там, вот, на подстраховку, если вдруг чего-то, в хостеле знаешь, чтобы жить, да. Кстати, был момент, что мы во Владимире, или не помню, или в каком-то другом месте, с ней одну ночь ночевали даже в хостеле. А, да, у Владимира тогда что-то было дофига. Мы приехали. Так получилось, что место, где мы забронировали, я уж не знаю, почему там такая путаница случилась, что мы одну ночь ночевали в смешанного типа хостеле. Мужики стеснялись, выходили, чтобы мы переоделись. Мы, видимо, обе безбашенные, да, с Машкой. А потом уже в женскую часть хостела переехали. Там, по-моему, был какой-то протестантский хостел, но они вообще не навешивали свою эту религию нам. Учитывая, что Машка вообще православная, все очень мирно было. Плюс подраздались люди, также в предназаводке было хостеле, которые там вот, ну, жили уже кто-то не один месяц, а кто-то даже год. Ммм, я отверил, там вообще шикарный хостел был, такой квартирного типа. Так вот, минимально там, ну, бывает, что это твердый шампунь, можно, если самим лень самопарить мыло за лица, да, там просто мыло, просто ручная работа. Маленький гелик, маленький шампунчик, кусковое мыло, если, допустим, две звезды у пансионата, как в Абхазии оказалось, или в гостинице. Либо же это все в гостинице предоставляется, когда вот я ездила с экскурсией от Yerbal Tour в Таллинн Хельсинки, там мыльца было, шампунчик, гелик, по-моему, даже зубная паста была. Ну, по-моему, только один, где-то вот в одной, где мы, куда-то еще с Yerbal Tour в Таллинн Хельсинки, где-то вот была именно в гостинице даже маленькая такая зубная паста. Ну, да, вот зубную пасту с собой, соответственно, берешь зубную щетку, зубную пасту, минимальный вот этот мыльно-рымный набор на подстраховку. Или это было в Хёнинсберге, ну, в смысле, в Кореи, не глядя, я уж точно не помню. Пансионат или санаторий, что ли мне нравилось? Хотела бы, либо ты еще, куда-то сидеть в море. Так вот, к морю, если куда-то съездить, то я бы съездила в Абхазию, ну, ну, с кем-то, потому что там обалденные горы. Я, как бы, люблю горы, но я боюсь высоты. При этом я нормально на самолетах себя чувствую. Так же, как я боюсь воды, не умею плавать практически. И боюсь замкнутых пространств, когда в 14-м году я ездила на теплоходе. Космонавт Гагарин, вроде как. Он такой петлёй ходил, ну, там от Ярика несколько городов, возвращаясь к Ярику вот так, петляя. У меня подружка Илька стебалась надо мной. Вот ты будешь на там-тутом пространстве. Клаустрофобия. Вокруг вода, не знаю, как там атофобия вода называется. Нормально. Я вообще считаю, что если путешествовать, то выбирать вот так вот, ну, куда-то нам экскурсии, лучше всего на теплоходе. Во-первых, ты можешь походить. Там, как бы, маленький город на воде, посёлок или ещё что-то. Во-вторых, на автобусе это вообще, может, дёшево, но задолбаешься ехать с этими остановками санитарными. На поезде я проклялась у нас вете, когда я ехала в Абхазию. Это два суток было. Туда, пожаре, два суток обратно. Хорошо, если повезёт с соседями. А туда мне не очень повезло. Там, мама-хрюшка, сынок, перёс так, я же сын или что-то уж не знаю, и папаша. И хорошо, если с верхней полки вам в лицо, грязные, потные ноги, грязнющих, хрязно от такого года немытых носках, не стеряных, не суются. 24 на 7. Ну, 24 на 3. 25 на 3. 24 на 3. Просто вот заперта дверь. Не выйдешь никуда, мало ли что понадобилось. К этой самой кондуктор, что ли, как там вызвать, короче, к ней не подойдёшь. Меня крыло дико, хоть это и был обычный плацкад. В купе-то меня бы, наверное, совсем закрыло. Ну, замкнутое пространство. Я по этой причине не купила себе шкаф-купе в комнату, купила обычные двери Да и вот, в Абхазии очень красиво, но лучше ехать туда с кем-то Во-первых, не скучно, во-вторых Более безопасно Что конкретно не нравится? Да мне ничего такого конкретно в подвесках не нравится А, кстати, да, вот насчет этого Я очень, наверное, ну, минималистична в этом плане Потому что, ну, мы могли, наверное, заметить, что, как я говорю, что мы с подругой ночевали в хостеле И с бородой тоже в том числе Как бы, если есть душ, кровать Ну, что ты в номере делаешь обычно? Спишь в гостинице, там, ну, как бы, пожрешь, либо в кафе покушаешь Покушать и переночевать, принять душ, все Три звезды за глаза и уши Даже две звезды Если при этом на трехразовое питание включено Что-то она уже все капает Блин, сейчас душно Не сказать, чтоб супер жарко Но вот из-за этих любителей Несанкционированно распилить то, что растет не у них И открылась бы Вроде они отчели Свои Квартирки Не забыть бы, что у меня в комнате там стоит эта мисочка Из которой я люблю есть, а еще есть подписчица Аня, которая любит смотреть, как я ем из этой мисочки Это из гарнитуры посудного дедушке кто-то на заводе дарил 100 лет назад Так как это было в прошлом веке, то можно сказать, что это было 100 лет назад Так вот, как бы Если знаешь, что в гостинице не будет, там кроме полотенец ничего То минимальный набор мольнорыльного И пришел, душ принял, вырубился Посмотрел Терек У меня везде практически был Даже в Абхазии, даже в номере в Абхазском был Терек Насчет плохо Засветится имя Белоруссии Белоруссии, пардон Можете поплевать меня в комментах То милое создание, которое запросила хавчик с картохой на камеру Уже в курсе, что называю ее Белкой Когда туда ездила, в 15-16 году Как ты планировала бюджет на отдых? Ну, как бы я откладываю денежку Покупала путевку Примерно представляла, что... Потому что первый раз, когда я съездила в Карелию, путевка была 13 тысяч Не все ужины включались А надо было там что-то самой покупать Вместе с дорогами, она выходила 5 дней А так 2 ночи, 3 дня, вот вместе там, именно в Карелии мы были И так как я могла грохнуть на сувениры чуть больше половины того, сколько стоила путевка То я рассчитывала где-то, ну, тысяч на 25, так вот Ну, короче, грубо говоря, Карелия у меня вышла в 2012 году Я в августе где-то ездила 13 тысяч сама путевка и 7 тысяч сувениры Когда мой тогдашний сетевой приятель Стефоретника узнал Он, блин, знал бы, я бы тебя свел там, ну, с другими людьми Где вот это все, весь этот шунгит Раза в три дешевле Вот это вот кольцо со мной 12 лет Сейчас, наверное, не сниму А может и сниму Сняла Оно с меня стало спадать, когда Да, кстати, любители сказать, что я похудела, либо потолстела Скажите, по-моему, в лицах каментов, пожалуйста, потом Как я вам налить? Потому что я тут Когда на днях была еще в деревне Позавчера еще Даже еще вчера была в деревне И когда я ходила на колодец, я очень боялась, что у меня кольцо нахрен с пальца Хлобысь в колодец В общем, тут шунгит и фианит, и это серебро, и это все ручную работу Петрозаводский покупала, я не помню, почем Может, около 2 тысяч, может, тысяча с чем-то, хоть и знать Ну, как-то это Ну, как-то оно стоило чуть дороже, чем обычно серебряное кольцо на тот момент Не, наверное, меньше, чем 2 тысяч Но, может быть, действительно, около тысяч Я тогда очень много шунгита привезла У меня бусы были какие-то, кстати, интересно, где эти бусы шунгитовые Они, как бы, броди-то ни к чему, хотя она тоже страдала В открытую даже признаваясь Как это называется, когда люди пришли к тебе и что-то скоммунитили Особнанно, вот этим самым Та моя Вот, грызем вообще Ты не охренела ли, а? Ладно просто грызешь, ты же царапаешься И может, жирной крови Сейчас пойду, что-то без крови Кошка, ты охренела Короче говоря, та моя подружка, что у меня сережки серебряные С кольцом, с подвеской, что она там серебряная Кольцо серебряное Сережки серебряные, еще что-то Короче, та овца, что у меня скоммуниздила Сережки с медсталью И камушками этими зелеными, которые мне нравятся С бирюзой Висюшки такие, одиннадцать их тогда одевала И сережки серебряные Она же у меня шунгит не скоммуниздила случайно Я же очень слабочная эльфля Я могу спустя шесть лет заметить, что что-то не хватает в этой квартире Как тут было на днях? Ну, в смысле, недавно, месяца два назад Так вот, я там купила шунгита очень много Еще какие-то там сувенирчики Плюс то, что нам гид так постебался Вот я была очень таким хорошим туристом В этом плане Потому что гид нам сказал, что каждый турист обязан привезти из Карелии Карельский бальзам и аптекарский бальзам Мы тогда еще на Валаме как раз были Вот именно тогда от Яры Бултура Ну и что я купила? Карельский бальзам, аптекарский бальзам Правда, потом благодаря мне этот карельский бальзам Стал бугрищ перевозиться и продаваться У меня как раз на тот момент Уже, ну, где-то Спустя где-то полгода После того, как я съездила первый раз в Карелию Случилась такая девчачья компания На пару лет Глава этой девчачьей компании Я хотела записать отдельное видео Насчет общения Как вот бывает в сериалах молодежных или аниме Что компания чисто девчонок Что ты один секрет какой-то говоришь И об этом знает потом вся компания И как бы это нормально Ну, в общем, была там девочка С которой мы, в принципе, были знакомы Еще до того, как стали тусить в одной компании Так вот, я там оставила тогда 7 тысяч на сувениры Я очень много тратила на сувениры А потом меня как-то стало попускать, попускать, попускать И если я куда-то еду, то В принципе, я могла вообще ничего никому не привозить Из-за в Абхазию Правда, у меня тогда получалось так, что Абхазия, что-то я не помню, сколько она стоила 30 тысяч У меня тогда оставались деньги Потому что я же планировала в Японию Но у нас случился переезд на квартиру Мне сказали Типа, что это ты поедешь в Японию А мы никуда не поедем А дай-ка нам в долг Мы тебе вернем 60 тысяч через когда-нибудь Я тогда купила, помню, Sony камеру Когда уже сюда эту квартиру переехала А потом, по-моему, да В этой квартире я уже покупала Еще что-то покупала Ноутбук Потом у меня пока один ноутбук был в ремонте Купила себе другой ноутбук Потому что было неясно Выживет ли тот ноутбук Еще что-то Ну и у меня на 19-й год оставались какие-то деньги Я их вложила сразу 30 тысяч Это была, по-моему, путевка как раз Именно там за счет какой-то скидки минимальной Плюс я купила себе велик На котором сейчас езжу И он у меня ночует Пока я в городе, в деревне Ну я решила, что безопаснее его убирать в квартиру Чем держать в сарайке А потом приезжать и удивляться Почему эта цепь перерезана Или бантиком завязана Или камера проткнутая Спустилась внезапно Или тормоза отвинчены Ну биомусора-то в угличах В принципе прилично Какой-то биомусор дал мне погоняло шептуниха Видимо, ну Посмотрели СМР, решили, что Надо мне погоняло дать Тот самый биомусор, который Ладно, те самые люди Такого уровня, которые думают, что если человек в очках То он глухой Можно громко орать, он не услышит Тогда я, короче, купила велик Немножко влезла в долги И должна была роднее Ну и мне было сказано, что ты привези нам вина Сладости, еще какую-то хрень Ну и, в общем, я из Абхазии Так бы я, может, мало привезла Ну а в итоге куча всего Так вот, был такой момент, что Я ездила второй раз в Белоруссию На летний сезон будет актуально Ты планировала бюджет на отдых Ну, как бы, да, вот если едешь Ну, с Белоруссией только у меня один раз такой прикол был Второй раз Может, даже первый Первый Я более-менее знала, что меня ждет по целам А второй раз я вообще как-то забыла И прямо в автобусе мне близкий родственник названивает И гид говорит, вот, ну, кого-то из вас мы знаем, что вы повторные эти Может быть, вы не знаете там это как-то Деньги были с нулями и стали без нулей Я думала, блин, они вообще действительно У меня с первой поездки от Белоруссии осталось на тот момент Охренати белорусских денег Со второй поездки они тоже оставались Но я их пустила на сувениры Я даже не знаю, есть у меня там какие-то или нет Руби этот Руби какие-то, как они там называются у вас Товарищи из Белоруссии Так вот, когда я ездила в Таллинг-Хельсинки Как раз получила загран И там спустя несколько месяцев первая поездка Я ходила откуда-нибудь С Палаграну И там вот вышел как раз Таллинг-Хельсинки Учитывая, что в каком-то году очень тащилась Несколько лет по Финляндии Финский металл, финская культура Все такое прочее Изучала финский язык Сейчас помню только в Хювя-Пяеве И Киеве, как больше ничего Только когда увидела, что там заезд на день И я в Хельсинге Думала, а блин, надо брать Ну тогда мне бабуся подкинула 15к Тогда еще доллар Только еще Ну уезжала, он был 50 Приехала, встала 55 Разница 10 лет назад практически К рублю Ну я просто читала Сколько примерно с собой надо Там сама турфирма говорила Что вот столько-то у вас денег Должно быть минимум Для пересечения границы На столько-то дней И я как бы рассчитывала бюджет Вот сколько сама путевка Сколько там Если не включено трехразовое питание Сколько ты на еду будешь тратиться Узнавала Сколько это примерно будет стоить Ну соответственно Если едешь экскурсией То до Ярика Еще дорога туда-обратно Либо если едешь в Калининград То до Москвы Обратно Ну вот как добраться От Углича до Москвы И не там до самолета Косточка Ну в смысле палочка На дорогу Ну и то, что рассчитываешь Что ты там Тебе приспище Что-то купить И соответственно На сувениры Ну и откладываешь Можно это все прожрать Пустить на косметику На какую-нибудь хренатень А можно Немножко отложить И потом Просто Вложиться в впечатление Планировала бюджет Планировала бюджет Пороче Выгрузу у тебя Приступы эпилепсии Приступы эпилепсии У меня как таковых не было Потому что я брала с собой В принципе магнезию Ну иногда Я ее в воду добавляла Просто понимала Что как Либо Ну я могу Как-то притвориться Полуумертвым И меня попустит Пройдет в сторону Единственный раз Вот когда второй раз Я ездила в Белоруссию В упор не помню Какое это время Года было Первый раз Это было по-моему Конец апреля Начало мая Вот этот рубеж А второй раз Хрен знает Было что-то очень жаркое У нас в Минске Была какая-то Дегустация алкоголя Самогонки Которую я Вот я просто От слова самогонка Вот уже это Можно я отойду Оно было включено Как бы в цену Отказываться можно было Но почему-то Мне сказали Что надо Глотнуть хоть глоточек Я глотнула хоть глоточек Вечером у нас Должна была быть Эккурсия по Минску И после ужина Или обеда Ко мне пришел Ихтиандр Я не помню Что это Может это ужин был Может это был обед В общем Ихтиандр пришел Ко мне суровый Я Хоть и стеснялась Я написала сначала Близкому родственнику Мне сказали Ну типа этому Гиду сообщить Написала гиду Что мне плохо Я не смогу Участвовать Она тут же Ко мне прискакала Была свидетелем Ихтиандра Мне было Потом дико неудобно Потом думаю Блин Ну они же как бы Ответственны за людей И Мало ли что там В пище было Кормили вкусно Но Видимо Жара Наложилась на глоток Этой самогонки Хоть я и говорила Что я не пью Не хочу Эту самогонку Ну вот Или медовуха Это было Я не знаю Микро глоток В стиле люри Вот это вот Плюс еда Может что-то было В еде Но Ихтиандрила Только меня Я понимаю Что это как-то С мунбанком Возможно Несвяна Поэтому Завуалировано Очень говорю Мне выдавали Таблетки Ну видимо Это было включено Ну там же Медицинская Какая-то страховка В которой ты платишь Видимо Это была как раз Та самая Медицинская Страховка Когда мне выдали Там какие-то таблетки И я Отлежалась И мне к вечеру Стало хорошо И написала деду Что мне вроде как Полегчало Она да-да Хорошо Ну типа Давайте присоединяемся И я вечером прогулялась Ну на следующий день Я видимо Произвела впечатление Очень Такого Поверхностного человека Потому что Девушка С которой мы сдружились А это была Автобусная экскурсия Иди сюда Иди сюда Дура Короче Она меня Как бы Типа Давай мороженое Купим Ну как бы По жаре мороженое На следующий день После их теандра Вечером Не ну как Вы будьте Поосторожнее Я видимо провела Впечатление Мне кажется Вот именно Такого Безмолгового человека Я забыла Как это слово Называется Безответственного Ну вот это Один раз Было Но обычно Я как бы Я понимаю Что Вот мне там Может быть Несмотря на то Что в Абхазии Была очень жаркая Жару Я приношу плохо Мне в принципе Было нормально Учитывая Что с собой Даже коврик Не брала Только вот Магнеди На подстраховку Так Что у нас еще Тут Мазалась И ТСПФ Как бы В Абхазии Именно Я не мазалась Я тогда Что-то Вычитала Что Для смуглокожих Подойдет Кокосовое масло У меня какое-то Там было Я не помню И В первый день Я конкретно Так сурово Обгорела Под коленками Ну где-то Так местечково Причем Как бы Я не ожидала Что Я Там вот Посижу Немножко Там уж Не знаю сколько Что выйду на чуть-чуть А потом обратно Вышла видимо Она побольше Потому что там В принципе Было скучно Экскурсии у нас Были только Три В какой-то Какие-то Два По-моему вообще В один день Их потом Соединили Или два дня У нас была Экскурсия Не помню Ну как-то За почти Две недели Бытия в Абхазии Они были где-то Ближе к концу Отдыха Ну и Это самое Я немножко Обгорела Причем Видимо Именно там Где я кокосовым маслом Не совсем Помазала Там оно у меня Своё покраснело Но не так Что уж Совсем Вот так Куда-то ушло Так я в принципе Пользуюсь СПП У меня ещё Может быть На начале Введения канала У меня может Где-то там есть Какие-то видео С гринмановскими Вот этими Солнцезащитками Тогда у них была Серия Единицы Зорнин Вроде так И косметика Помимо прочего Вот это Именно От солнца Ну для солнца Не типа того И в принципе Я им мажусь Если вот Мы куда-то ездили Пожарили Летом С подружкой Тоже Как бы Мазалась Те именно Части тела Которые Реально Будут открыты И подвижны Соответственно Солнцу А там Я спасалась Как-то Кокосовым маслом И алоэгелем Вроде так Может я это Освещала Когда На видео Видео снимала Там Если честно Не помню Просто уже Просто помню Что именно Как бы Кокосовое масло Точно с собой брала Хорошо я отношусь В загору Единственное Что мне нельзя Загорать Ну вот Лежать именно И загорать Мне нельзя Я могу просто Полежать там В теньке Где-то Или в воде Посидеть Побултыхаться И свалить Потому что Если я полежу На солнышке Есть шанс Что я потом Откину Копыта Не потому Что я эпилепсия Не потому Что меня просто Сузорогами долбит Не потому Что у меня мигрень Просто мне нельзя Еще на солнышке быть Ну и загарка Мне как-то быстро Липнет Вот я тут В деревне побывала Пару раз На велике Недалеко проехала Хотя на велике Я ехала Именно уже Когда вечер был А не на солнце В гамаке Там больше По большей части Тенек Чуть-чуть Походил По деревне И уже Местами ноги Загорели В основе руки В саду Поторчал Немного Растения Пополивал И уже загорел Нормальный Отношусь Загору Где обычно Кушала Там Ну вот В Абхазии Как раз Мы кушали Ну там Еще была потом Какая-то пара Которые Снимали Комнату В каком-то месте Но платили Пансионату И кушали вместе Обедали Именно В пансионате Там какая-то Была отдельная столовая Прямо в том же здании В Костроме Был Офигительный Ресторан Премьер Я не знаю Жив ли он Ну в смысле Не ресторан А гостиница Премьер Там был Обалденный Ресторан Внутри И там Повар очень вкусно Готовил блинчики Я люблю блинчики Мы тогда с Маркой Ездили И вот мы Ночь или две Тогда ночевали Уж точно не помню И там Короче Внизу От гостиницы Кушали Ресторан Был по-моему Внизу В гостинице В той же В той же гостинице Когда мы с Бородой Были В Петрозаводске В кафешке В какой-нибудь Если экскурсия От я рыбал Тура И там Ну не везде Было включено В гостинице Соответственно Ели Писец Я тут разглагольствую Кошка прошла Хвостиком махнула На что-то нажала И у меня Все Отвалилось Если я что-то упустила И Не знаю как Потому что Я наверное Долго болтала Сейчас уже Вон это самое Десять вечера Короче говоря Я буду делать монтаж И я пойму Че я упустила А че нет И если У вас еще возникнут Какие-то вопросы По поводу Вот этого Катиного запроса То пардон Дайте знать В карменты Я Дозаписываю Потому что Я не знаю Че у меня записалось На самом деле Ничего не записалось Ну Чисто подытожу Минимальное Брать с собой Мыльнорыльное В небольшом количестве Если знаете Что вы поедете Вас ждет Гостиница Без звезды Потому что Там Кроме полотенец Вас ничего не ждет Можно взять С собой Походный чайничек Если вы По России едете Ну или там Допустим С евро С евро Розеткой Какую-нибудь Минимальную аптечку Ну Наверное Все Спасибо Тоже вам Спасибо Как Оле Ане И Гриша В начале Видео Ну и Пока Субтитры